Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Автовокзал, торговый центр. В республике готовятся к новому формату организации пассажирских перевозок. Льготные тарифы. Чебоксарский аэропорт становится транспортным хабом, связывающим Север с Кавказом и Кубанью. Заслуженная победа. Женская баскетбольная команда Чувашского госуниверситета стала чемпионом элитного дивизиона студенческой лиги РЖД. Качество горячего питания в школах под контролем профильных ведомств. Современное оборудование, проверенные поставщики продуктов, гарантия вкусной и качественной еды. Министерство образования совместно с представителями органов прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС Чувашии проверили организацию питания в нескольких школах. Рабочая группа побывала в Ядринском, Маргаушском районах и в Чебоксарской школе номер 47. Специалисты оценили инфраструктуру пищеблоков, проверили качество поступаемых продуктов. Новые холодильники, варочные плиты, электромясорубки и многое другое. Так выглядит теперь современная кухня. В прошлом году более 250 миллионов рублей было выделено на модернизацию пищеблоков. И мы посмотрели, как эффективно используется данное оборудование для организации горячего и бесплатного питания для обучающихся данных школ. В этом году более 80 миллионов рублей будет выделено на модернизацию пищеблоков уже в городских школах. Ребята положительно отзываются о блюдах, которые готовят местные повара. Нравится, очень сильно нравится. Мне больше всего нравится есть картошку. Питание вкусное, каждый день разные блюда дают. Повара очень вкусно готовят. Самое любимое блюдо, наверное, это рисовая каша с курицей. Прокуратура Чуваши подтвердила, что в целом питание в школах организовано в соответствии с требованиями законодательства. Однако выявлены и отдельные недостатки. К примеру, в Калаикосинской школе Маргаушского района были замечания по введению документации. В целом питание организовано в соответствии с предъявляемыми нормами. Но вместе с тем, конечно, имелись и отдельные замечания. И в этой связи нами будут приняты меры прокурорского реагирования. Всего за январь и февраль месяца текущего года в прокуратуре республики выявлено 321 нарушение. Возбуждено 53 дела о административных правонарушениях. И в суд направлено 20 исковых заявлений. Подобные проверки будут продолжены. Специалисты уверены, что в городских и в районах школах еда должна быть одинаково вкусной и полезной. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии с 1 марта отменили беззаявительную выдачу пособий на детей до 3 лет в малообеспеченных семьях. Ранее процедуру упростили из-за пандемии. Долгое время начисления продлевались автоматически. Если же период, на который была назначена льгота, истекает после 1 марта, то сейчас уже нужно будет для продления ее обратиться в отдел социальной защиты населения, либо в многофункциональные центры. Что касается регистрации малоимущих, то напомню, что регистрация происходит у нас на период 6 месяцев. И, соответственно, если период регистрации заканчивался в диапазоне до 1 марта, то автоматическое продление регистрации происходило еще на следующий период, то есть на следующие 6 месяцев. Если же срок регистрации истекает после 1 марта, соответственно, нужно будет обратиться с заявлением о продлении, с предоставлением необходимых документов. Глава Чувашии провел рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации Александром Порядиным. Благодаря работе правоохранительных органов в республике сохраняется стабильная общественно-политическая и оперативная обстановка. Несмотря на непростую ситуацию, в связи с пандемией бойцы управления Росгвардии по Чувашской республике работали в обычном режиме, обеспечивая соблюдение ограничительных мер. Спецподразделения контролировали общественную безопасность при проведении ряда культурно-массовых мероприятий. По итогам прошлого года, скажем так, ваши коллеги, Национальная гвардия, выполняя задачи в ваших интересах, ну, неплохо себе зарекомендовали по стране с другими регионами. В ходе встречи были намечены основные направления совместной работы, в их числе помощь коллегам в Северокавказском регионе и другие. И стало известно, что в ближайшее время состоится назначение нового начальника управления Росгвардии по Чувашской республике. Напомним, прежний руководитель Алексей Ежеев получил назначение в Удмуртию. На заседании антитеррористической комиссии обсудили эффективность мер по нераспространению идей терроризма. К сожалению, для своей пропаганды террористы все чаще используют новейшие технологии. И это требует адекватной реакции, в частности, новых подходов к профилактике. В противостоянии идеологии терроризма активно участвуют сегодня не только правоохранительные органы, но и кибердружины, образовательные организации. Особое внимание – совершенствование работы с информационными площадками. Акцент на популярные соцсети, и именно через них молодежь чаще всего обменивается информацией. И здесь, по мнению членов комиссии, не должно быть шаблонного подхода. Работа с подростками должна быть более адресной и учитывать возрастные особенности аудитории. У автовокзала в Чувашии новый контрагент. Предприятие «АвтоВАЗ» передает два автовокзала и 17 диспетчерско-кассовых пунктов в районных центрах в управление индивидуальному предпринимателю. Уже в этом году центральный автовокзал в Чуваксарах реконструируют под торговый центр. А рядом с ним построят новую автостанцию. Планы масштабные. По примеру, многих европейских городов автостанцию хотят сделать торгово-развлекательной зоной. Здесь появятся кафе, магазины, кинозалы, игровые площадки. Строительством нового здания будет заниматься сам «АвтоВАЗ». Сейчас у нас вот здесь находится автовокзал, вот здесь находятся посадочные перроны, а вот здесь зона отстоя. Мы планируем сделать по-другому. Вот здесь желтым показан въезд всех автомобилей сюда будет происходить. Здесь у нас сначала мы строим автовокзал. Вот это здание туалета текущего. Мы планируем перед ним построить здание нового автовокзала, впритык к нему перрон и всю зону отстоя отсюда перетащить в левую сторону. То есть у нас получится, что автовокзальная деятельность будет вот в этой части полностью. Новый оператор вокзальной деятельности – предприниматель Илья Степанов. Он стал победителем конкурса, претендентов было семь. Передавать новому руководству управление «АвтоВАЗ» планирует поэтапно, начиная с 1 апреля. Для обычных пассажиров межмуниципальных маршрутов с появлением арендатора ничего не изменится. Их будут обслуживать те же перевозчики по тем же тарифам. Я абсолютно согласен с этим предложением. Но единственное, чтобы условия, так сказать, и состояние будущего вокзала соответствовало всем нормам, так сказать, требованиям пассажиров. И чтобы было, разумеется, КАС, конечно. И где был бы зал ожидания. Реконструкция нынешнего автовокзала под торговый центр начнется только после того, как построят новую автостанцию. Изменения также коснутся пригородного автовокзала в столице республики и диспетчерско-кассовых пунктов в муниципалитетах. Проекты будущей реконструкции еще в стадии разработки. Столица Чувашии становится транспортным хабом, который связывает север с Кавказом и Кубанью. Сегодня в аэропорту встречали рейс «Новый Уренгой-Чебоксары-Минеральные воды». Авиакомпания «Ир-Аэро» запустила новую полетную программу по субсидированным маршрутам. Редкая для Чебоксарского аэропорта картина. На взлетно-посадочной полосе два самолета. Один в Москву уходит на взлет, второй из Нового Уренгоя только что приземлился. Авиакомпания «Ир-Аэро» вошла в число перевозчиков, которые выполняют субсидированные перелеты по России. Первый рейс показал загрузку неплохую, порядка 80 с лишним процентов загрузка пассажиров. Я напоминаю, что это самолет сухой суперджет, общая вместимость чуть больше ста кресел. Эти рейсы будут осуществляться с частотой один раз в неделю. Мы на эти рейсы рассчитываем и надеемся, что они будут очень востребованы. И еще раз повторюсь, первый рейс уже показывает. Сегодня первый рейс показывает, что такая востребованность будет и перспектива этого рейса состоится и будет. Схема полетов выстроена так, чтобы не было простоев. Из минеральных вод самолет вернется в столицу Чувашии и вечером же отправится в Краснодар. А оттуда уже завтра через Чебоксары вновь улетит в Новую Уренгой. Мы знали, что будет прямой рейс. И именно это время мы выбрали для лечения. А если бы не было, на чем бы яхал? Было бы сложно. Или через Казань, или через Москву. А так очень здорово, нам очень нравится, что такой рейс появился. Мы сегодня улетим на самолете из Чебоксара в Минеральные воды. Мы давно ждали этого рейса. Наконец-то дождались. И сейчас мы можем прямо из нашего города полететь в Минеральные воды, а там уже добираться до наших любимых курортов, где мы часто отдыхаем с друзьями. В мае из Чебоксар появится еще один рейс по программе субсидированных перевозок. Руслайн будет летать в Екатеринбург. Татьяна Молокова, Бахтияр Белиев, Республика. В столице Чувашии прошел финал соревнований по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий ДТП. Кто из участников стал лучшим, знает Юлия Важенина. По легенде, произошло ДТП. Есть пострадавшие. Они зажаты в машине и не могут выбраться самостоятельно. Спасателям необходимо эвакуировать пострадавших, оказать им первую медицинскую помощь, передать скорой. И выполнить все это как можно быстрее. Критерии имеются как по бережному отношению к инструменту, с которым они работают, также по правилам оказания первой помощи, по порядку выполнения вскрытия автомобиля, при порядке выполнения эвакуации пострадавших. Здесь счет буквально на секунды. Скорость – самый главный критерий оценки. Но не менее важно выполнить свою работу очень аккуратно, чтобы не повредить пострадавшему. Нежнее. Так, все, сейчас накрываем. Антон Михайлов работает во второй пожарной части столицы Чуашии вот уже 11 лет. За это время он спас немало жизней. В соревнованиях участвует третий раз, но до финала его команда дошла впервые. Очень понравилось. Даже по лицу, наверное, видите, что... Были ошибки. Здесь у нас плюс, что у нас есть время подготовиться. Но здесь тоже, здесь мы уже делаем прям как положено, как нужно. А там в боевой работе есть небольшие вступления. Ну, схоже. В роли пострадавших сегодня волонтеры отряда «Лиза Алерт». Стоп! Как ощущения? Отлично. Доверен ли ты таким спасателям? Конечно. На мой взгляд, все прошло хорошо, спасатели сработали отлично. На этот раз до финала дошли пять команд. Три из Чебоксар, по одной из Шумерли и Канаша. Последняя пожарно-спасательная часть – постоянный участник соревнований. Спасатели говорят, чем больше учебной практики, тем лучше. Участие необходимо для повышения своих навыков. Всем водителям, я бы хотел сказать, не нарушать правила дорожного движения. Я желаю, чтобы дорожно-транспортных происшествий было как можно меньше. Как можно меньше людей там погибало, получали травмы и так далее. Спасатели из Канаша стали вторыми. Почти на целую минуту их опередили сотрудники спецчасти столицы Чувашии. Теперь именно они представят нашу республику на следующем этапе соревнований. Он пройдет в Перми. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой. Эта болезнь считается одной из главных причин слепоты. Оказывается, глаукома может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего она появляется после 40 лет. Как с этой болезнью борются в Чубаксарах в нашем репортаже. Глаукома – одна из главных причин ухудшения зрения и последующей слепоты. Во всем мире от нее страдает около 100 миллионов человек. В России зафиксировано полтора миллиона больных. Считается, что примерно столько же уже больны, но даже не подозревают об этом. Один из симптомов – повышенное внутриглазное давление. Но долгое время глаукома может протекать бессимптомно, не переносить неудобства и маскироваться под другие заболевания. В том и опасность этого заболевания, что глаукома, открытоугольная ее форма, она протекает без каких-то симптомов на самых ранних, на начальных ее стадиях. То есть пациент может никак не ощущать, что давление повышено, что идут какие-то изменения в глазу до тех пор, пока не начнет значительно выпадать поле зрения. Или до тех пор, пока глаукома не начнет достигать каких-то очень высоких цифр и не будет сопровождаться болями в глазу. У Валентины Григорьевой глаукома обнаружили в 2011 году. Тогда же сделали операцию. С тех пор регулярно проходят обследования. Вот и сегодня она решила проверить состояние зрения. Сначала давление мерили. Плохо стало, что-то пленка была на глазах. Ну, сама так видела. И потом направили сюда, из районной больницы. И вот здесь обследование проходило сначала. Потом операцию назначили. После еще какие-то ухудшения были и другие лечения назначили, консервативные лечения, лазерные лечения было. Ну, здесь отношения к пациентам самые отличные. Глаукома может появиться в любом возрасте, но в основном болезнь развивается у людей старше 40 лет. Факторами риска являются дальнозоркость или близорукость, мигрени, сахарный диабет. Предрасположенность к глаукоме также может передаваться по наследству, но болезнь поддается лечению. Главное – вовремя заметить и не игнорировать советы врача. 5 марта в МНТК «Микрохирургия глаза» пройдет бесплатное измерение глазного давления. Если будет обнаружено повышенное, пациенту предложат пройти полное обследование и дальнейшее лечение. На обследование необходимо предварительно записаться по телефону 48-25-86. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Чебоксарах благоустроены 11 территорий. В этом году предстоит привести в порядок сквер возле ДК «Салют» и дубовую рощу. На это выделено около 175 миллионов рублей. Открытое голосование проходит заранее, и чебоксарцы уже определились с объектами на 2022 и 2023 годы. Дорожки плохие тут на коляске. Раньше с малышом, когда мы гуляли, просто невозможно было проехать. Ды-ды-ды-ды-ды, вот это вот все. Первоначально, вот как положили асфальт, больше его здесь не меняли. Дырка на дырке и отсутствие современных, а главное, безопасных игровых площадок в детском парке по улице Ивана Франко беспокоят всех жителей. Этот единственный на всю округу парк сохранился еще с советских времен, когда здесь строили городок текстильщиков. С течением времени здесь выросли новостройки, а вот на открытом пространстве почти ничего не изменилось. Что-нибудь крытое бы сделать или площадочку какую-нибудь. У меня еще есть старший сын, которому кроме футбола здесь больше нечем поиграться. Небезопасно они здесь скачут, бегают. Сейчас построили дома, когда все собираются, одни качели и очередь такая большая на эти качели. Жители этого микрорайона и других активно голосовали за благоустройство своих территорий. Схема уже известна. Подача заявки, согласование дизайн проекта, принятие работ и даже контроль за состоянием территории уже после завершения ремонтных работ. Отслеживается каждый этап. Чтобы у каждого жителя страны была возможность влиять на развитие городской среды. Для этого Министром России разработана интернет-платформа для всероссийского голосования. Так, с 26 апреля по 30 мая на всероссийской платформе будет проходить рейтинговое голосование. Жители города Чебоксара будут участвовать в голосовании по выбору дизайн проекта этих общественных территорий. Помимо детского парка на улице Ивана Франко реконструкции подлежат парк культуры и отдыха в Дубовой роще по улице Ашмарина, сквер-площадь республики. Планируется приступить к первому этапу благоустройства рощи Гузовского и школьного бульвара. Публичные обсуждения, встречи жителей и архитекторов-дизайнеров уже доказали свою эффективность. Мы благоустраивали территорию Московской набережной, некоторых общественных пространств, территорию Красной площади. И во всех этих работах по разработке концепции проекта изначально принимала участие марш-лаборатория, то есть Московская архитектурная школа. Их специалисты будут руководить этой работой. Чтобы в следующем году начать работы на выбранных объектах, надо завершить проектирование до августа этого года. Только тогда объекты включат программу «Комфортная городская среда». Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика. Любители зимнего плавания из Чувашии завоевали 18 медалей на Кубке Большой Невы. 9 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей привезла сборная республики из Санкт-Петербурга с четвертого этапа Кубка России по зимнему плаванию. Пловцы клуба «Аквай» «Спорт Чувашия» соревновались более чем с 300 спортсменами из 25 регионов страны и 6 стран мира. Андрей Гориинов завоевал 4 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Татьяна Устимова 4 золота, 1 серебро и 1 бронзу. У Ольги Сусметовой по 1 золотой и бронзовой награде. У Андрея Чекменева 2 серебряные и 1 бронзовая. Женская баскетбольная команда Чувашского государственного университета стала чемпионом элитного дивизиона студенческой лиги РЖД. Спортсменки рассказали о том, что привело их к победе. Молодые, активные и очень талантливые ЧГУ «Атланта» гордость вуза. Девушки успешно совмещают учебу и спорт. В копилке команды множество наград, достижений и титулов. Команда бесформирована из представителей различных баскетбольных школ и регионов, городов, страны. Переезд сам по себе человека, пусть и молодого, это определенный стресс, определенный риск. Тем не менее, девушки на это идут, понимая, как мы полагаем, перспективу своего спортивного роста. Игра за первое место прошла в конце февраля. Юные баскетболистки из Чебоксара обыграли команду из Екатеринбурга со счетом 62-73. Лучшим защитником турнира стала Вероника Михалева. Она занимается уже 12 лет и перед каждым матчем обязательно съедает шоколадку. Мы очень хотели этого первого места, готовились к нему, понимали то, что у нас будут какие-то трудности, в том числе то, что у нас 7 человек всего в составе, и это будет очень сложно, учитывая то, что все команды приезжали по 10-12 человек. Мы собрали все свои силы, отдали, можно сказать, что умерли на паркете и победили. У девушек был напряженный график, турнир длился больше месяца. Однако чемпионки справились с трудностями и уже готовы к новым свершениям. 5 марта мы играем в 1-4 впервые в плей-офф чемпионата России среди профессиональных команд. Соответственно, у нас план всегда один, это победа в каждом матче. Сегодня девушки сыграли в дружеском матче со сборной Новочебоксарска «Спутник». Возможность показать свое мастерство на родной площадке университета стала позитивным зарядом для баскетболисток. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Это были главные новости среды 3 марта. До свидания, увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин